Твоё имя Отца и Сына и Святого Духа. Второзаконие 3.24 Владыка Господи, Ты начал показывать Робу Твоему величие Твоё и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твоё? Призывают, уже заканчивают, входят в обетованную землю. И теперь Господь являет одно чудо за другим. Представьте, река, ни одной лодки нет, понтонные мосты не наводили. И вдруг вода вся иссыхает, но по дну проходит на другую сторону. Там теперь и государство будет. А люди ещё, которые живут, они не догадываются, кто пришёл к ним. И советуют Господь им взять по числу колен по одному булыжнику большому со дна. А для чего? Чтобы потом, когда будут потомки, и говорят, а какие доказательства? А вот на дне были. А были они там, не были, вопрос не ставился. То есть не всегда нужно что-то какое-то такое, чтобы в виде амулета было. Вот у нас сегодня, отмечая день, мы очень похожи на это. Требуется доказательство, чтобы сильнее люди верили. Конкретно покажите. И вот здесь сам Господь показывает людям одно чудо за другим. И главное чудо было впереди у них. Из двенадцати человек и только двое скажут правильно. Ходили на разбитку сорок дней. И известие такое пришло, что никогда нам не завоевать. Там люди, как деревья. А города, стены, до небес, до облаков. Панику стали сеять. И Господь повернул их обратно в пустыню. Уже дошли, границу только перейти, и всё вам принадлежит. Но принесли-то одну виноградную кисть доказательства. На шесте, двое. По нашим временам-то нигде такого нет. Мы сейчас вот посмотрим, что за праздник у нас такой. Почему его так не было долго, четыре столетия. Вообще не было. Вот когда берешь календарь, на каждый день указаны какие имена. Вот моё имя Игнатий. 28 мая по старому, десятая по новому. На этот же день, это не чудо ли Божие, и в тихий. Мы даже когда-то были с ним встретиться. А который крестил, он никогда не спрашивал родителей. Родители рядом стоят. Он говорит, в какой день родился, на этом всё. Он выбирает. И поэтому мы на это смотрим, как на провидение. Но когда дают имена библейские, там, Абрам, Исаак, то нет ни одного указания, когда это было. В какой день. Даже год-то не указан. И поэтому можешь называть этим именем. Вот Девора нынче назвали. До этого были, которые не имя, и с ним Езра. Езра нигде нету. Это самый праведный, самый знаменитый человек за весь Ветхий Завет. И нигде его нету. Ну, отец этим его назвал. И нынче советовал я одним. Родился ребёнок. Нет, деды подсуетились. Да вы зовут его так. Ну, чтоб не ссориться, ладно, так. Да кого вы называете-то? Имена-то на каждом шагу. Ну, на каждом. Я как-то поставил ролик у меня, которые помогали люди дядам. Сорок Владимиров. Сорок! У нас вот здесь на коротком промежутке и то сколько. А что это означает? Не знают люди историю. А вот мы сейчас заглянем в неё и увидим. Царица, это мать Константина Великого, как его называют, Елена, решила сделать археологическую экспедицию и найти задачу определённых крест, на котором распятый Христос. Четыре столетия никто об этом не нуждался. Надо найти. Ну, а как найти? Копать. Ну, дальше уже просто... Вот, вы сейчас смотрите, вот здесь вот крест у нас есть. Вы видите, он наклонённый туда. Сколько раз говорил батюшке, ну, тут легко видеть, да какое расстояние. Вот такое, да, материя, да, это и там. Тут и сморщилось. Почему влево всё время? Сделайте по-другому. Иначе это будет знамением. Не могут выправить. Смотри на другой крест. Она должна вертикально, вот как крест лежит. Вот такие мысли тогда и были. Три креста. Какой? Да триста лет с лишним прошло. Ну, какой... Южная страна. Дожди идут. У нас 30 лет прошло, мы стали... Всё сгнило в землю, которая зашла. Так не обрабатывалось ничем. Ну, тут можешь верить, нет, на спасение не влияет. Там положили они, пишут, что воскрес мёртвый. Один из трёх крестов. Два прошли, ничего не... Никакое, говорится, следствие не осталось, следов. А здесь воскрес. Другие говорят, выздоровел. И это тоже не имеет значения. Дело в том, что этого креста нигде нету. Его нету. А почему? Его пилят. Его пилят 1600 лет. Для миллионов людей всё пилят и пилят. Вот приезжает к нам наш архиерий и говорит, вот этот крест с животворящим крестом. Где-то там одну опилочку нашли. Опилочку одну. А эту опилочку ещё на тысячи шестей на архиере. Да есть или нет, не в этом дело. Зачем? А вот особое что-то есть. Ну а что там особое? Я утром спрашивал человека, который ездил туда. Я говорю, а какие там заметности? О! Там вот такой стол есть. Там первая литургия была, где Христос с учениками был. Ну там всё понастроено. А там внутри ямочка. Так вот мы пролезли и крест у него висит. Священник. Я его туда опустил в эту ямочку. Вот посмотришь, мы юродивы. Вот про нас это говорится сейчас считали. Юродство. Когда говорится крест в Священном Писании, смысл только один. Страдание. Это отнятие, муки, которые сейчас принимают, решение Родины, убийство родных, болезни. Это всё крест. Если ты думаешь быть там, Господь говорит, кто следует за мной, а не взял крест недостойный, не войдёт туда. Первое. Отвергнись себя. Вот тут и надо работать. Это главная ступень. Второе. Дальше уже начинается уже. Отвергнись самого себя, своё Я. А у нас сегодня даже кто-то и не пришёл, пришёл по разным причинам. Себя смирить не могут. Вот какой был человек, такой и остаётся. Перемена должна быть на сто процентов. Вот. Как только открыли двери, христианская вера началась, то все пошли креститься. Никто не спрашивает, как верят. Я верю, всё верю. Должность это никакой не даёт. Работы нет. Жить не на что. Ну, сейчас ты тоже, как коммунист. То есть, ты член партии, тебя продвигают. А нет, значит, засохнешь на одном месте. Но сколько? Примерно два процента было верующих. Два процента. 98 просто пришли. Сегодня, когда испытание прошло над молодёжью, из мракоязычества называется. В этом университете я вёл занятие с этой, в которой преподаватель. Она пять лет вела исследования над тремя тысячами студентов. Какие курсы, в каком возрасте. Всё написано. 0,3 процента. На 300 человек, которые говорят, мы православные, только один ходит в церковь. Надо вот маленько, когда подумаешь, что же с нами будет. Надо больше человек кто-то обратиться. Ну, раз он считает верующим его, ну, крестили, мочили, но это крещение. А он за это время там блудничал, его кандидатура со священцами снимается навсегда. Он, я виноват, разговаривать никто не... Но эти каноны бросили. Мы плывём в море, где плыть нельзя. Они брём на выдумах. Мы просто остановились, окружённые этим. Вот сейчас мы посмотрим, что самое главное в этом празднике. А почему? Подгоняли под 12 праздников. У первоапостолов, в первоапостольской церкви был только один праздник. Единственный. Какое? Богоявление. Крещение Иисуса Христа. Христос вышел на всемирную проповедь. Дальше подтвердится это Священным Писанием. Троица. И теперь уже все люди пойдут. И что? Самое-то главное. Нигде в Библии не сказано, чтобы кланялись к дереву или к кресту. Даже намёка на это нет. Когда Петру поклонились, он говорит, я человек, Богу поклоняйтесь. Ангелу поклонились. Он говорит, я только ангел, Богу поклоняйтесь. Богу. А мы дереву поклоняемся. А на нём Христос был. Я православный, я всё принимаю. Я только говорю, надо задуматься маленько. И где мы встречаемся с кем-то, который не признаёт православие, мы должны показать, что мы поклоняемся Христу Вестящему на Голгофе. Вот тут всё встало на место. А так как здесь выделяют крест, мы поклоняемся Христу, на котором Он растет. Где проливаться кровь за нас. 1.29. Евангелие от Иоанна говорит, вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Сейчас мы посмотрим, как Ветхий Завет указывал на это. Что значит вознесённым быть? 4.18.4. Я 11 место взял, чтобы не сильно утомить. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до тех самых дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. Нехуштан. А вы знаете, когда от ополадки. Вот на юге бывает всю дверь приоткрыл, какая щель змея вползла. И показывают на интернете, как специалисты вылавливают клещами. Там ядовитая змея. Страшная. Там уже никогда в сараях курицы с ними бьются. Ничего не сделать. Но вот здесь, в пустыне. И тогда Моисей взял змея медного и повесил. Говорит, это крест. Нигде не написано, что крест. Они могли его приковать и прочее. Он соскользнул бы об этом, но рисует крест. Вот уже змеёй укушенный, глаза закрываются, его потаскивают. Ну взгляни, открой глаза. Он взглянул, встал здоровый, пошёл. Но Господь потом скажет об этом. Как Моисей змея сотворил, который вознесён был в пустыне, так сыну человеческому надлежит быть вознесённым. Это образ был. Не в столбу, не змею, а в прообразе Христу. Если мы этого не знаем, мы ещё и начинали даже следовать за Христом. Сегодняшний праздник нас на многое подбивает. Очень. Исследовать себя и всю силу посвятить служение Христу, который за нас отдал свою жизнь. Далее. Прочитаем место. Испирь 1.4. Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего, в течение многих дней, 180 дней. Праздник устроил царь. 180 дней гуляли. У нас таких праздников нет. Вот так. Шесть месяцев. Шесть и три восемнадцать. Вся огромная империя праздновала полгода. Вот это праздники были. А у нас праздник на всю жизнь. Мы христиане. Где бы мы ни были, мы христиане. Далее. Исход 29.37. Это все мы тоже смотрим. Семь дней очищай жертвенник, и освятий его, и будет жертвенник святыни Великая. Все прикасающиеся к жертвеннику освятиться. Ох. Жертвенник из камней сделанное. Семь дней его освящали. Вот первый день, я думаю, там молодые были, и левица спрашивают, еще будем молиться. Вокруг нее как батюшка, они кружат там, крапят на него. Ну, понятно, батюшка ходит, сонно хотя бы отлепить маленько, поднять их. Спят и не соглашаются, что спать пришли. И здесь Великая святыня, а вот теперь это был прообраз. Ягненок клался на жертвенник, Христос на крест. Это Великая святыня. Видите, как мы постепенно подходим. Для нас крест, на котором вознесен Христос. Далее. Деяние 9.39. Это говорит Дух Святой. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья. Какие делал Серна, живя с ними. Серна. С чем отличается человек, который незнакомый, знакомый? У него что-то есть. Вот, когда зайдешь в музей, такому-то посвящается. А вот, ну, в космонавтике обязательно там такой-то космонавт вот этот вот налетал. А здесь показать, какая она была добродетельная эта Вильфа. Как она шила рубашки. Не было же швей, это машина. Все вручную было. И показывали. Смотри, скольким людям она помогала. И они, я думаю, оставили это и никуда не девали. Для нас не нужно то, чтобы опилки какие-то были от креста. Нет. Мы верим. Он умер за нас. А ты повторяй, человек. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Римлянам 2.15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Вот самое главное, которое мы получаем, это совесть. Совесть первичной Евангелия. Я вначале даже не понял, как как. Евангелие... А когда появилось-то Евангелие? А с первого человека с Адама пошло. Нет никаких. После потопа еще сколько пройдет столетий, пока первые слова будут написаны. Вот в конечном счете, получается, все заходит вовнутрь. Еще раз прочти это слово. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Не кто-то подскажет, не друзья твои, не законные родственники, а Господь по совести. Сегодня по совести как будто ничего и нет. Кто-то что-то делает, неправильно отомстит, ворует, пьет. Ты обратись вовнутрь. Мимо нас возят корм. Там Силос называлось. Скотини. И один из них все время матерится. Его звали Богомать. Он не может сказать. Я остановил его. Ты сейчас ругался. Ты знаешь, хоть о Боге нет. Но твоя мать была бы сейчас здесь, если бы не матерился так. При матери нет. Ну а Матерь Божия слышит. Христос слышит. Ты маленько поверни туда совесть, что другой мир существует. И мимо, я не знаю как дальше, мимо нас он проезжал, больше не матерился. Ты не умолчи. Ты скажи про самое простое. Вот мы здесь все верующие. Мы знаем, что на полях, которые там все обрабатывают. Вот фермер у нас здесь один есть. Он думает еще даже приобрести земли. Уже сейчас 1200 гектаров. А начиналось с 4 гектаров. И вот находятся люди, которые помогают им. У нас у него все свои работают. А то помогают. И помогают как? Нагрузили его. А он дорогой заезжает к нам сюда. И говорит, вам зерно нужно. Ну оно стоит, допустим, то настолько. А он дешевле. Давай. Давай. И наши люди покупали. Не только покупали. А если на поля и договаривались. Мы сразу предупредили. Если только еще раз повторится. Мы сообщаем в органы власти. Этому хозяину, у кого воры. Воры. Один год уезжает, а другой никогда не заходит. Ну и вот. Главное это совесть. Она первичнее Евангелие. Пробуди совесть. У тебя было одно, а теперь другое. Как сейчас говорят. Знаете? Кто-то говорит. Мне прислали вчера. Где-то была на проповеди. И там проповедник говорит. А вот я знаю, что человек обратился. Только Господь его коснулся. И он только зашел там на капитанский мостик. И сразу стал говорить о Христе. Вот. Бог полностью меняет всю жизнь. На все вещи будешь смотреть по-другому. 2 Коринфян 3.3. Вы показываете собой, что вы письмо Христову через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердцем. Ну вот сам возьми от себя, посмотри. Это Павел говорит. Я написал на скрижале. У нас идут занятия. Некоторые потеряют и здесь находятся. Вы бы гостей всех привели. Нету. В субботу можно не ходить. Откуда это правильно-то пошло? А то, что там не написано. Простите Бога, пока не поздно. Когда мы умрем, вот тут начинает суетиться тогда. Подобавится, упокоится. За гробом нет покаяния, которое Господь приемлет. Нету. Только здесь на земле. И поэтому примириться со Христом надо сегодня, сейчас. Напиши на моем сердце, Господи, это. Как Игнатия Богоносца, когда вели, и уже должны были вам бросить. Он сказал, смотрите сердце мое. Потом увидят. И прямо с обратной стороны в сердце увидели образ Христа. Игнатий Богоносец. Это первый век. Титул 2.78. Ой, 7.8. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Не имея. А он будет, ну, ложь это ложь. А поступает так, что противник не имел ничего. Он все время будет придумывать где-то как-то. Если тебя там еще не зажимало где-то, да? Ты, Божий человек, у тебя обязательно что-то будет. Обязательно. Потому что Господь на земле ощущает человека, давая такие испытания ему. Где-то как-то, бывает, обед дают. Человек заблудился в кургу. А я, говорит, обед дал. Только сказал, Господи, там не буду есть мясо. Ну, какой-то обед-то такой. И все равно что-то щернеет. Подошел, тут мельница стояла. Я прямо на мельницу и зашел. А мельник там был. А другой там был в Афганистане и пообещал, что если только останусь живой, а уже окружили их там душманы, то не женюсь. А теперь-то вернулся домой. А тут красавец с табунами ходит. И что теперь? И спрашивает, что делать? Я не знаю, что тебе сказать. Если ты верующий, ты не должен задавать вопрос. Ты должен себя так поставить, чтобы... Господи, я все время помню, почему ты меня избавил тогда. Мои те все пошли под расстрел и меня освободили. Мать не знаю, где я нахожусь. Она прямо приехала туда, заплатила, квартиру продала. Она вызвала меня. А теперь... Мало того, другой говорит, женись я не буду и приходит ко мне на дом. Здоровый, крепкий, певец настоящий. Хорошая попалась. А там я посмотрел, а девчонка-то... Мимо бы прошел. Нет. Ну вот я знаю, вы против монахов. Так вот как? Я никогда не был против монахов. Я за монашество. Но только не за стенами, а чтобы они одинокие. Ничем не связывали. По всему миру несли Слоба Божие. А то переворачивает мои славы. Где вы нашли, что я против? Вот монашество за стены, которые спрятали. Лучшие силы угробили. А тут другая религия возникла. Мусульманство. Почти по два миллиарда. Это все православные были бы, если бы не сидели в клетках. Дальше. Евреям 11, 13, 16. Все сии умерли в вере, не получившего обетования. А только издали видели онны. И радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. А если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Патер. Латин. Отец. Патриотизм. До нынешнего года патриотизм, 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 патриотом своей Родины неплохо быть. Но нынче я столкнулся, мне с Украины пишут. Это сатанизм, самый настоящий. Ни о чем разговор нет. Человек у нас был несколько раз. Я не буду называть, но очень хороший человек. Без благословения батюшки ничего не делают. И вот сейчас, как они развили это дело, в другую страну сейчас бегут они. Первый раз приехали в Болгарию, с Украины. Заходят, а вы с нами разговариваете на украинском. Что? Они не думают, по-английски еще я могу говорить, по-немецки. Но Украина, кто этот язык изучает? В какой стране? Это изломанный русский язык. По-другому он его назовешь. Ничего нельзя сделать. И каждый день мне выставляют материалы. Вот тот, кто сказал против, как будто никогда в руках Библии не держал. Библию считает. Все это вымело патриотизмом. Это настоящий сатанизм. Патер, вот, говорит, имели бы другое отечество на небо. Туда смысл. Да, патриотизм небесный. Откуда слово это происходит? Так, еще Иоанн придется представить. Иоанн 3 глава 14 по 20 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот подвезли туда. Поднесли. Глянули. Все. Прокопали крышу, опустили там за веревки. Встали, ходили, встал и пошел. По секту не забудь, возьми. Вот, человек сколько лет уже сидит там, пока вода зашумит. Я ангел. Ангела-то не видно где-то. Ну, на минуту отошел. Нельзя же не отходить. Я живой человек-то. Другой первый. Получил исцеление. Ну, еще попробую. Идут десятилетия. А ко Христу просто приди и скажи, Господи, прости меня. Все запады твои мне были неизвестны. Я не знал. И вот это, что сейчас есть, сделал он этот человек. Вчера мне как раз написали, когда не знал Христа. А сегодня он прямо написал. Притом не православный, а баптист. Я воевать не пойду туда, в другую сторону. Я христианин, мне не положено убивать. Сколько там, месяцев его всяко переворачивали. И, наконец, два, сколько ему там, кажется, три, что ли, два с половиной года выселки. Сфотографировано, крепкий, здоровый парень стоит. Ребенку несколько месяцев где-то. Из баптистов. Дальний Восток. Ну, и чтобы люди помолились. Находятся люди, которые имеют другое отечество. Мы могли бы с ним поговорить. Ну, обратного адреса нигде нету. Я посмотрел один раз, другой. Что значит человек, который живет нормально? Какое лицо у него неиспитое, чистое. Вот. Она стоит там прижалась около него. И все молятся. И все ему сказали. Такого-то числа явиться туда. Он туда и явился. Ну, и теперь надо жить на что-то. Поселение какое-то. Первое к Каринфинам. Первая глава. Его читали сегодня? Мы его еще раз посчитаем. Первая глава с 18 по 23 стих. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отверхов. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. А мы проповедуем, мы проповедуем. Вот представьте, перенесемся мысленно на первый век. Никаких тут кресту поклоняться, никто этого не знал. Притом крест четыре конца. А это что внизу, косая поперечины, все это придумали. Что она так, которая выше, на той стороне покаялся, а она это нет. Ну, философия. Ничего этого не было. И вот их напрашивают. Скажите, а почему вы Бога нашего Асклипия не признаете? А знай, кто такой, это Бог медицины. Но вы же знаете, все люди лечатся. А у нас Христос все излечивает. И поэтому Пантелеймон, пожалуйста, потом будет. Я как сказал, человек выздоровел. А почему вы не боретесь Марсу? Он защищает. Все воинские части Его подчиняются. Христиане отвечают. Для нас защита Христос. Сила Его. Я буду молиться и все войска лопнут здесь. 180 тысяч в одну ночь под Иерусалимом были убиты. Молили и больше ничего не делали. Представляете, все мертвое. Ну и дальше начинают. А за путешествующий там другой Бог. А за семейное, ну там Диана, Венера. А у нас Христос. Вот Христос. То есть 500 божеств было в то время разное. Верзюл. А на чем? Мухи. А заедали мухи. Ведь надо же сам было придумать это. Ну север это Россия. Юг где там Греция. И вот человек если умирает. Его похоронили. Сроки разные. Ну там два с половиной года. Его раскапывают. Смотрят. Сгнил. То есть сотлел. Какой теперь. Вот они показывают монах. Фотографируют все. И монах видит. О этот череп то какой желтый. Это святой череп это целует. Ну а пьерли там. В вине обмыли. А вот если он не сгнил. Снова его. Ну. Юг. Ему. Больше число конечно сгнивает. Сотлевает. Его снова закапывают. Если говорит третий раз. По морям труб куда хочешь. А на севере так. Нетление. Потому что тут морозы. Больше всего нетленных. Вот как границу перешел. То там уже тление святостью. А у нас нетление. Ну правда пальчики отломились у него там то другое. Ты посмотри. У буддистов. Пятьсот лет. Шестьсот лет назад. И он лежит там в пещере. И кровь пульсирует. Арнесто который ездит туда из России. Все это снимают. Показывают. Бог не определяется этим. Он определяется Духом Святым. Который тебе покажет. Все свято с ним. Он взял на себя грех мира. И мы сегодня зная все это говорим. Мы поклоняемся кресту твоему Господи. На котором ты распят за меня. Мы славим тебя. Что ты. Агнец Божий. Взял грехи мира на себя. Прикасавшись к древнему жертвеннику. Освящался. И мы прикасаясь ко кресту даже мысленно. И будем целовать. Освящаемся. Господи слава тебе за этот прекрасный день. Возвижись честного жертворящего креста. Аллилуйя. Аминь.